Школа в Краснодаре по улице Марины Цветаевой должна открыть свои двери уже осенью этого года. Местные жители за строительство наблюдают буквально из окон своих квартир. Будущее учебное заведение станет единственным для нового микрорайона. Там свои места за партой смогут занять около тысячи детей. Но осенью прошлого года жители забили тревогу. По их словам, работы на объекте приостановились. Люди взволнованы, ведь новый жилой массив как никогда нуждается в школе. Там где-то около 500 семей. В каждой квартире живет ребенок или два, или три, может быть, и больше. То есть детей 500-600, наверное, там точно есть только в наших трех домах. От лица беспокойных жителей микрорайона Ирина Белоножко обратилась за помощью губернатора. Вениамин Кондратьев отметил, что строительство школ сегодня первостепенная задача для края. Важно, чтобы все социальные объекты были построены качественно и в срок. Ситуацию по учебному учреждению главе региона по видеосвязи доложил мэр Краснодара Евгений Первышев. Оказалось, что работы на объекте все еще продолжаются, но строительным пришлось снизить темп. Подрядчик решил внести корректировки в проектную документацию. Вениамин Кондратьев потребовал разобраться, почему когда-то принятый проект со временем начал пересматриваться. Вот эти подрядчики, которые сегодня строят школы, детские сады, любые социальные объекты, они должны понимать, что на этих объектах зарабатывать нельзя. Да, должна быть прибыль, но сверхприбыли быть не может. Для них это не коммерческие объекты, я еще раз подчеркиваю, социальные объекты, которые нужны в целом городу и горожанам. Поэтому если они хотят какую-то маржу накрутить, чтобы рентабельность у них была в рамках рынка, ну не должно так быть и не будет, еще раз подчеркиваю. И мы должны первые здесь постоять за стол на этом. Знаете, обычно, как говорится, и в народе, и в бизнесе договариваются на берегу. Раньше у бизнесменов было понятие слова, оно было дороже договора. А сегодня и договор подписал, и подряд вошел, и все на свете. А теперь все пересчитывает. Объект, исходя из той сметы, которая прошла экспертизу, финансами обеспечен. А как считает подрядчик, который зашел в него, вот как он согласился, так пусть и достраивает. Дмитрий Синусов приехал на прием из Абинска. Губернатору он рассказал, что северо-восточная часть города не газифицирована, в том числе и его дом. Дмитрий пожаловался, голубое топливо многодетная семья ожидает уже более пяти лет. До сих пор обогревает дом по старинке, дровами, когда прямо напротив проходит газопровод. Тем более, вот вас понимаю, когда у других газ есть, а у вас его нет. Знаете, у нас на Кубани как, говорит, пошла вода в хату. Но когда вода мимо идет, а в хату не заходит, ну непорядок, и душа болит. Вот я полностью здесь вас понимаю. Мне важно понять теперь, как сделать так, чтобы газ в вашу хату все-таки пришел. Проблема Дмитрия Юрьевича, она принципиальна. Не только его проблема для меня важна как решение, а проблема в целом. Как минимум еще части Абинска, которая без газа. Что бы мы ни сказали, а ситуация не очень хорошая, и если 65% всего газификации Абинска. Не очень хорошая, это мягко сказано. Там минимум должно быть 80%. Сделайте проект, как минимум, что 80%. Коллеги, сделайте. Знаете, вот не ищите оправдания. Найдите способы. Способы сделайте. Я гарантирую, что в следующем году, если сделаете проект в этом году, мы начнем газификацию Абинска. На встречу с губернатором Андрей Карпенко из станицы Кущевской привез с собой фотографии местного Дома культуры. Они красноречивее слов описывают, в каких условиях приходится заниматься детям. Хорошие фотографии сегодня с утра прислали. Вениам Иванович, гляньте, пожалуйста. Культурный центр один на всю станицу. Ранее его уже ремонтировали. Правда, изменения коснулись только фасада. Но в здании по-прежнему отсутствует отопление и водоснабжение, а также требуется заменить кровлю. Необходимо сделать все, чтобы люди смогли чувствовать себя комфортно в стенах Дома культуры, отметил Вениамин Кондратьев. Надо все запараллелить. Все действия, которые вы сегодня обозначили. Нам никто и ничто не мешает это все делать параллельно. Подводить воду к котельной, водить котельную. Параллельно, если мы уверены, что к концу следующего сезона тепло будет в клубе, ремонтировать и клуб в том числе. И к концу этого года максимально перелеснуть страничку с таким состоянием клуба. Перелеснуть и забыть. И люди должны уже осенью прийти в него в теплый, комфортный, уютный клуб. Виктория Ивановна, кто необходим, чтобы деньги, если нужно, безусловно, программу и включать, и догонять эту ситуацию, догонять. Потому что в прошлом году нужно было это все догнать. А если мы в этом году или к следующему зимнему сезону его не отремонтируем, то надо будет ремонтировать его весь и заново. Домой к станичникам Андрей Карпенко отправился с хорошими новостями. Ведь Дом культуры для местных жителей – главное место для досуга. Я думаю, все будет хорошо. Именно хотелось бы тех работников, которые там работают, немножко поздравить этот первый шаг, что в следующем году они точно будут вести свои кружки не в отдельных кабинетах, как говорят, мы кабинеты обогреваем, а сцену, на которой дети должны танцевать, она будет наконец-то согрета. В обсуждении проблем кубанцев участвуют главы районов и руководители краевых структур. Для многих встречу с губернатором – это последний шанс уладить то, что не решалось годами. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань-24, Краснодар.